добрый день давайте посмотрим как можно сделать ретушь глаз в photoshop значит дело в том что приемов очень много я покажу только те что мы используем в нашей фотошколе фотошколе photosasha.ru итак поехали для начала я рекомендую сделать глаза немножко более выразительными за счет их размера то есть есть такой прием как увеличение размера глаз на несколько процентов делается это очень просто мы с вами идем фильтр пластика и если вдруг photoshop сам видит где у нас на фотографии лицо то это все делается просто вы просто вот идете в правом меню ищите значит пластика с учетом лица инструмент глаз и если photoshop видит где портрет то прям здесь вы можете отрегулировать размер глаза левого правого глаза сделать все больше меньше но вот как правило делают немножко больше чтобы глаза были выразители но часто бывает так что photoshop не замечает где тут у нас портрет но в смысле где лицо потому что в данном случае у нас модель немножко развернута в сторону поэтому photoshop не понимает где же здесь портрет вот поэтому зачастую это приходите вот вручную вот инструментом который называется там выпуклость или вот у всех по-разному но вот он вот здесь вот он находится значит мы делаем изображение покрупнее чтобы нам было проще работать делаем инструмент немножко больше чем сам размер глаза вот так вот не чуть побольше сделаем вот так вот и одного раза достаточно нажать для того чтобы глаз стал побольше и отлично есть причем даже мне кажется левый должен быть побольше чуть-чуть чем есть так отлично нажимаем ok 1 10 мы с вами сделали идем дальше дальше я рекомендую сделать глаза немножко поярче у нас все-таки глаза зеркало души здесь такое половит получается к светлый портрет и глаза на самом деле тоже светлые потому что они серые да и они кажутся немножко темноватыми но возможно мало света было вот чтобы сделать их посветлее соответственно я рекомендую использовать или просто инструмент яркость но я это делаю так более деликатно я использую метод кривых с помощью которой я вообще делаю половину всей ретуши если не больше так кривые немножко тянем за центральную часть кривой делает все изображение светлее но нам нужно чтобы это применялось не ко всему изображению а только к глазам поэтому я нажимаю control backspace и если у меня основным цветом является белый то control backspace у нас накладывает черную маску на на наших слой слой всегда все слои рекомендую называть чтобы было понятно что это такое называем его яркость и так маска и по маске слоя кистью процентов так наверное 20 давайте там уже 20 стоит мы с вами работаем по по фотографии показывая photoshop где данный слой слой который делает ярче даже так не яркость а я бы его сказал вот так ярче или светлее он делает его светлее так поехали мы кистью кистью 20 процентной работаем по той области которая должна стать светлее судила я сейчас нарисую маску слоя ярче так есть отлично поярче у нас здесь там глаз и здесь тоже глаз у нас сейчас стал поярче да но зачастую бывает так что мы переборщиваем смотрите да слишком смотрите вот были глаза вот стали мне кажется немножко перебор поэтому с помощью непрозрачности слоя мы немножко немножко приглушаем воздействие данного слоя так до после может даже еще чуть поменьше сделаем да вот так вот уже хорошо отлично есть и так вот да вот после отлично поехали дальше теперь что рекомендуется еще делать рекомендуется значит белки делать белыми они на самом деле не совсем белые но в нашем сознании они белые эффектно смотрятся портреты там где белок все-таки бел и так поехали мы берем корректирующий слой черно-белый можно даже не регулировать нам нужно просто обесцветить стандартным способом поэтому и так черно-белое есть слой есть но воздействует на всю фотографию опять же control backspace накладываем черную маску и кистью опять же 20 процентной мы сейчас прорисовываем область белком глаз делая их бесцветными сам зачет мы не затрагиваем потому что он нас должен остаться цветным а вот белок должен стать бесцветным здесь и вот здесь тоже есть и вот там тоже чуть-чуть тоже сделано бесцветным отлично есть это мы сделали идем дальше дальше рекомендую сделать зрачки посветлее и поконтрастнее это делается просто одним корректирующим слоем яркость контраст немножко побольше яркость немножко побольше контраста вот так вот без фанатизма вот цифры никогда я не знаю какие будут цифры почему потому что когда вдруг вы видите что вам говорят сделать там плюс 5 минус 7 и так и так далее то это только для частной конкретной фотографии поэтому важен подход общий подход сделать ярче и контрастнее насколько настолько насколько вам подсказывает ваш ваш опыт и ваша насмотренность есть такое качество насмотренность вот я вижу что это красиво знаешь это красиво вот именно до тех пор я повышаю воздействию данного слоя и так есть слой у нас делает наше изображение ярче и контрасте но это должно работать только в области глаз поэтому опять же control backspace и опять же кистью прорисовываем значит область зрачка теперь так поехали чуть побольше и вот прорисовываю дело его немножко поярче и поконтрастнее есть ну кто-то делает так отдельно делает зрачок посветлее а вот вот тут окантовочку его делает его потемнее но сейчас мы это с вами то же самое сделано сейчас мы второй глаз тоже так сделаем посветлее а даже да то есть лучше отдельным слоем сейчас мы возьмем кривые затемняющие и затемним немножко как мы это назовем просто пока что назову его темнее он будет затемнять опять же control backspace я маску накладываю и прорисовываю потемнее делают только вот это вот окантовочку вот это вот 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 так вот то есть радужка должна быть посветлее а вот здесь потемнее сейчас я сделаю немножко перебор а потом с помощью непрозрачности слоя немножко подрегулирую и чтобы ты так прям сильно не выпячивала вот так вот чуть 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 потемнее так есть есть так чтобы видеть до после дать так вы сделали сделаем мы в одну группу объединим все наши слои прям так и назовем их ретушь ретушь есть отлично и смотрим что было до что стало после ну да глаза становятся более выразительными эффект есть однозначно так поехали дальше дальше глаза смотреть как у нас есть разброс по по цвету вот радужки глаза да у нас получается что там вот разные есть цвета лучше чтобы цвет был один поэтому что я часто делаю я их обесцвечиваю черно-белая я их обесцвечиваю так или просто ну как бы есть два варианта смотреть как сейчас дать я вам даже может быть оба покажу итак значит один из вариантов обесцветить зрачок да то есть берем у нас уже есть уже 20 процентов кисть и делаю то что дело я выравниваю цвет тем что я его просто убираю я делаю черно-белый зрачок а потом уже добавляю тот цвет который мне нужен может быть даже сразу же сто процентов кисть чтобы она сразу же воздействовала максимально сто процентов и сразу же делаю изображение радужку бесцветный сразу же чтоб потом уже добавлять тот цвет который мне нужен вот такой вариант сейчас мой второй глаз тоже проработаем так второй глаз вы видите там очень будет очень большой разброс там было и оттенки красного и синего и чего-то еще было этот вот разброс он с одной стороны это конечно естественно с другой стороны мы же хотим чтобы картинка была идеальной вот такой вариант да а потом мы просто добавляем определенный цвет мы берем а даже так а да все правильно мы можем взять цвет выбрать цвет ну давайте мы делаем с оттенком синего такой слегка синего вот такой вот оттеночек вот такой вот и так корректирующий слой цвет прям так его и назовем цвет цвета отлично так и сделаем что переведем его в режим наложения цветность дальше мы сделаем мы маску опять же control бэкспейс маску маской черной маской значит закрываем действие данного слоя и с помощью кисти только теперь уже очень малого про малого процента непрозрачности давайте где-то пять процентов мы будем потихонечку потихонечку придавать оттенок радужки глаза и так поехали вот слегка оттеночек появился не знаю насколько будет качественным изображение на видео но вот один зрачок стал немножко с оттенком синего и так если мало то я еще раз добавляю так если мало еще раз сейчас мы посмотрим вот а сейчас мы опять чуть чуть побольше сделаем чем надо потом просто-напросто с помощью непрозрачности слоя а теперь с помощью непрозрачной во первых цвет мне почему-то цвет хотела бы сделать немножко другой а ну мы это мы мы сделать чуть позже так сейчас я второй глаз точно так же прорабатывают добавляют цвет мягкой кистью с малой непрозрачностью вот наверное вот так они час будут одинакового одинаковой насыщенности и так есть вот они есть если вдруг цвет меня не устраивает во-первых если меня не устраивает сила цвета то я ну что насыщенность я просто уменьшаю от нуля то есть вот бесцветные бесцветная радужка глаза и вот она немножко приобретает немножко приобретает цвет настолько насколько мне нужно да однако сам цвет мне кажется я бы хотел подкорректировать итак то есть опять же значит здесь больше меньше сделаем а сейчас чтобы видеть если вдруг вас данный цвет вот мы сделали какой цвет он вас не устраивает очень просто делаем значит мы добавляем корректирующий слой цветовой тон насыщенность и с помощью прям ничего не меняя а нет меня смотрите как он же будет сейчас воздействовать на все изображение поэтому опять же мы его закрываем черной маской control control backspace и дальше мы опять же прорисовываем стопроцентной кистью показывай где данный слой должен работать он должен работать только в области в области радужки глаза так есть вот здесь есть и вот здесь есть все и теперь мы с вами можем сдвигать эти оттенки именно в области глаз куда угодно вот смотрите и можно где а я немножко а вот здесь вот видно что я маска и немножко задел еще и веки так поэтому мы сейчас делаем немножко маску со трем она должна работать вот только в области глаза вот как хорошо тут прям все четко видно где работает инструмент а где нет вот это лишнее здесь он работать не должен а и здесь тоже перебор а а вот все и пожалуйста вы можете модели сделать любой цвет глаз с помощью чтобы лучше видно отлично и вот пожалуйста любой цвет какой хотите делайте любой цвет это так удобно вообще так есть так но это еще не все а но я хотел бы на это выбрать цвет какой-то я хотел с оттенком синего но такого небесного синего не знаю как сейчас давайте вот такой вот 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 так вот и сделал его немножко поменьше поэтому непрозрачность я сделаю здесь слоя который нам отдавал сам цвет делаю немножко 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 поменьше вот примерно вот так вот то есть оттеночек есть но он вот так сказать без фанатизма можно чуть-чуть добавить сюда все чтобы все-таки оттеночек был был виден то ладно пусть так вот так все вот пусть так и так поехали дальше что я еще делаю часто и так чтобы повысить контрастность в области глаз можно не только работать над самим над самим то есть на самим глазом но и над областью вокруг что я часто делаю и так мы уже сделали белкин глаз посветлее а вот чтобы в области глаза был больше контраст можно ресницы вокруг сделать потемнее таким образом я добавляю еще чуть кривые значит потемнее мы будем делать потемнее вот затемняющая кривая только чтобы она работала только в области в области тенгла с черной маской закрываю назову тоже темнее слой делает наше изображение темнее а работа будет только в области в области ресниц так поехали беру кисть процентов 57 я обычно 5 беру чтобы без фанатизма и делаю ресницы немножко потемнее да кстати говоря обязательно слой надо перевести в режим яркость чтобы он воздействовал только на яркости а не на цветах и так и есть и так по маске слоя кистью пяти процентной обязательно чтобы кисть была белая да и так поехали рисуем то есть мы делаем немножко затемнение ресниц здесь и здесь ну здесь ресницы прям темные темно очень хорошо вот снизу можно немножко добавить то есть это не нужно делать прям везде а вот там где видно что можно вот тут вот чуть-чуть можно добавить темного на ресницах снизу вот а сверху и так они очень густые темники отлично и что я еще делаю я еще также затемняю брови чуть-чуть они в этом случае тоже область глаз делают более контрастный здесь чуть-чуть и здесь чуть-чуть тоже и вот спать что было до что после до после до после эффект есть отлично они стали прям такими прям вот выразительными и еще иногда вот эти вот области делаю немножко посветлее вот эту и сейчас я покажу еще где то есть область бровей и ресниц потемнее а вот над глазом и вот в области глава сейчас я покажу делаем немножко посветлее опять же кривые высветляющие осветляющие переводим в режим наложения яркость чтобы они влияли только на яркость изображения черной маской control backspace накладывать черную маску называю их светлее светлее и черной то есть так черной маской я ее закрываю и теперь кистью белой кистью 5 процентной по участкам которые сделают нашу область глаз более объемный я вот здесь делаю немножко посветлее вот эту область я так думаю что визажисты вот как раз таки работают над этим они тут вот делают как раз таки тоже обладают приемами которые делают эти области глаз более выразительными более объемными здесь чуть посветлее и еще делают иногда знаете где Вот в этой вот области делают посветлее Прям даже прорисовывают вот эту вот часть Ну она здесь не так ярко выражена Но иногда вот делают Вот эту область делают тоже посветлее Даже иногда вот здесь делают посветлее То же самое здесь, но в данном случае Здесь это не так ярко выражено Поэтому это можно здесь не делать А вот эта область вот здесь поярче и здесь поярче Так как ресница в смысле брови потемнее А эта область поярче То здесь объем становится больше Итак, вот смотрите, что у нас с вами получилось Давайте посмотрим до, после. Они у нас все объединены, все корректирующие слои в одну группу. Все, и вот смотрим, что было до, и вот что стало после. Давайте сделаем поменьше, вот так, чтобы все-таки лицо было видно. Итак, вот до, вот после. Вот до, вот после. Надеюсь, что вам эти приемы пригодятся. Если есть вопросы, то задавайте их нам в соцсетях, или приходите к нам на курс обработки фотографии в фотошопе. Вношу фотошколу фотосаша.ру Да, кстати, забыл. Дело все в том, что действия по ретуши портретам мы делаем, как правило, очень много раз. И эти действия, как правило, все одни и те же. И чтобы их не делать каждый раз, то мы облегчаем себе работу тем, что делаем экшены. Экшены – это такая штука, где записаны основные действия, которые нужно произвести. А мы уже вносим некоторые коррективы в зависимости от каждой конкретной фотографии. И вот в этом экшене у нас есть экшен, который делает структуру для ретуши портрета. Итак, давайте мы сейчас стираемся наши настройки. Возвращаемся к исходному нашему изображению. И если мы используем, вот есть такой раздел «Операции». И вот у нас есть экшен, ретушь фото, журнальная ретушь портрета. Значит, что интересно, данный экшен, если его запустить и подождать, нажать два раза «Ок» и «Ок», то можно получить всю структуру ретуши портрета. Опять же, это не сама ретушь, это ее структура. То есть, все основные действия, которые мы делаем, и тут вот в частности есть. И все слои для ретуши кожи методом «Dodge & Burn» и разложения на цвет и на текстуру. Здесь же есть инструменты выравнивания кожи. Здесь же есть. И вот как раз-таки вот что важно. То, что мы сейчас с вами только что делали, здесь уже вся структура, она уже есть. Все слои, которые необходимы. Ну, вы что-то можете там еще добавить, но, в общем-то, здесь все слои, минимально необходимый набор слоев для ретуши глаз здесь тоже есть. И они уже все с вами автоматически здесь выстраиваются. Вот. Опять же, вы здесь только кистью, вот кистью определенного процента непрозрачности, выбираете слой, кисть и рисуете тоже, и делаете то же самое, что мы делали только что. Также здесь есть ретушь, то есть можно сделать объем лица, сделать коррекцию цвета и так далее. Это очень удобный экшен, потому что все вот эти действия, то есть на эти действия уходит очень много времени. Мы их помним, мы их знаем, мы их делаем каждый день, но на них уходит очень много времени. Поэтому, чтобы облегчить себе работу, во-первых, сэкономить время, а во-вторых, сэкономить силы. Я использую в самом начале ретуши портрета этот экшен. Он мне выстраивает всю структуру, и дальше уже я ретуширую ровно то, что мне нужно. Или кожу, или глаза, или что-то еще. Удобная вещь, если хотите ее приобрести, то пишите нам в соцсетях, или заходите на сайт photosasha.ru, и мы скажем, как можно приобрести данный экшен. Ну, теперь уже, наверное, точно все. До новых встреч, удачных вам фотографий, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok